Рюкзак, костюм или сарафан, канцелярские принадлежности, спортивная форма и обувь – это основные пункты обязательного школьного перечня для родителей. Кто хоть раз собирал ребенка в школу, знает – с первого раза купить все не получится. На ваш взгляд, тяжело подготовить ребенка к школе и в какую сумму, может быть, вам это все обошлось? Ну да, подготовка занимает очень много времени, к сожалению, потому что приходится ходить по нескольким магазинам, смотреть на школьном рынке в том числе. Ну а в какую сумму, ну я даже не знаю, ну где-то приблизительно, наверное, рублей 400-450 где-то так. Еще даже не собрали полностью, но тяжело, дорого, очень дорого, в связи с такой сейчас, как зарплата, очень дорого. Просто мелочи вот в магазине покупаем, ну и пойдем на школьный базар, может где-то, пока прицениваемся ходим, но форму не будем покупать однозначно, просто собирать, потому что дорого. У меня двое детей, я не соберу. Тяжело собрать, да, как бы все такое очень дорого, но очень много выбора, очень много выбора есть везде, да все доступно. 400 рублей где-то будем стараться. Мне хорошо, как бы мне завод помог, супруг у меня есть, ну около миллиона, полтора где-то вышло. Тяжело, потому что цены кусаются, ну миллионов пять, не меньше, миллиона, это 500 рублей по привычке все еще, а может даже и мало, чтобы одеть еще зимнюю с учетом куртки, верхнюю одежду, то это может еще и больше. У всех опрошенных Брещан не более двух детей. А что же делать многодетным и малообеспеченным семьям? Таких в Брестской области 18 тысяч, и здесь на помощь придет государство. Сумма выклад уже составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Оказывается, помощь многодетным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, обучающихся в учреждениях среднего или средне-специального образования. Размер помощи определяется местными советами депутатов, исходя из возможностей местных бюджетов. Это в среднем получается от 30 до 50 рублей, в зависимости от региона. Кроме того, органами по труду, занятости и социальной защите городских и районных исполкомов, малообеспеченным и многодетным семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, а таких почти 2,5 тысячи, выплачена адресная помощь в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий, в том числе на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей. Торговым точкам рекомендовано предлагать скидки и рассрочки на приобретение товаров школьного ассортимента. При организации работы школьного базара субъектам хозяйствования было рекомендовано снизить торговые надбавки. Кроме того, в городе, в стационарных объектах, реализующих школьных ассортимент, тоже предлагаются различного рода преференции – это рассрочки и скидки. Одеть и обуть школьника – задача нелегкая. На помощь родителям приходят не только государственные структуры, но и многочисленные общественные организации, предприятия и территориальные центры социального обслуживания. Не остаются в стороне и торговые точки, которые с каждым годом расширяют ассортиментную линейку. Чтобы выглядеть красиво не только детям, но и мамам, магазин «Мир Блуза» компании «Тейр Грант» на проспекте Машерова предлагает широкий выбор нарядов. Здесь знают, как сделать 1 сентября днем настоящего праздника знаний. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.